Многоскоги, подтягивания, метания, челночный бег. Ученикам первых-четвертых классов предстояло пройти четыре испытания на силу, ловкость, быстроту и выносливость. Традиционные соревнования по детскому многоборью прошли на базе школы номер 14. В состязаниях приняли участие 10 команд из школ города. Мы прошли челночный бег и метание в цель. У меня по метаниям было 4 из 5, а по челночному бегу я почти все хуже. Ну, быстрее всех. Что было самым сложным? Для меня было самым сложным – это метание. У меня по метанию ноль, а по бегу я быстрее всех. Мне было сложнее кидать кубы, потому что там тяжело прицелиться было. Мне надо пропрыгать, чтобы мы бежим и как будто прыгаем вот так. И еще подтягиваться. Я думаю, что мы пройдем все испытания и будет все хорошо. Ребятам нужно было сделать 8 прыжков и приземлиться как можно дальше. Мальчикам – потянуться на высокой перекладине, девочкам – на низкой. Попасть мечом точно в цель и пробежать на скорость 3 дистанции по 10 метров. За каждую дисциплину судьи назначали определенное количество баллов. Соревнования по детскому многоборью прошли в рамках городской спартакиады школьников. У нас прошли соревнования по скейтболу, хэсбаскет, волейбол среди сборных девушек и мальчиков, младших и взрослых средних. Также прошли соревнования по шашкам, шахматам. Только что закончили стрельбу из электронного оружия на базе «Ликара». Более 20 соревнований прошло в течение учебного года. Заключительный этап спартакиады – лёгкоатлетическая эстафета 9 мая. В каждой спортивной дисциплине – свои победители. Потом на основе общего рейтинга подведут итоги и выявят абсолютных победителей и призёров спартакиады школьников. В соревнованиях по многоборью бронзовым призёром стала школа номер 10. Второе место заняла школа номер 11. Из золота состязания взяла школа номер 16. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.